Печенье, зефир в белом шоколаде и пирожные с дольками мандарина, ежевикой и малиной. Екатерина не кондитер, она мыловар. Удивляют необычные формы и приятные запахи. От настоящих сладостей не отличишь. На данный момент я занимаюсь мылом и бомбочками. Также делаю скрабы и соли для ванны. Пришла я к этому этой зимой. Решила, что буду делать мыло хотя бы для себя, для друзей и знакомых. Тогда я еще не думала, что буду делать все для других людей, для покупателей. Так выглядит современное мыловарение. Катя топит мыло не на водяной бане, а в микроволновке. Такое мыло полезнее, чем обычное. Используются натуральные растительные и эфирные масла, а еще витамины. Огромный плюс – кожа не сушится, а наоборот увлажняется. У каждого косметического средства свои свойства. Например, масло шиповника омолаживает. Миндальное питает и увлажняет, а кокосовое борется с морщинами. Мыло ручной работы состоит в первую очередь из мыльной основы. Это база. Дальше в нее добавляются уже масла. Но это по желанию. Я добавляю свое мыло, эфирные масла и косметические масла. Если вы не хотите добавлять эфирные масла для запаха, можно добавить ароматизатор. И в конце можно добавить краситель. И если, допустим, вы делаете скраб, можно добавить какие-то скрабирующие элементы. Отличие от покупного мыла кардинальное. В этом разнообразие форм, цветов и запахов. Клубнично-мятный сорбет, шоколадно-кофейный десерт, апельсиново-йогуртное пирожное. Больше похоже на меню, но это название натуральных ароматизаторов для мыла. Сегодня мы с вами сделаем в первую очередь скраб мыльный, который будет состоять из мыльной основы, скрабирующего компонента, ухаживающего масла и эфирного масла в качестве ароматизатора. А также мы с вами сделаем мыльное пирожное. Скраб состоит из двух половинок. В одной – цедра апельсина и облепиховое масло. А во второй – кофе и какао. В этом же нет красителей, только натуральные компоненты. Сейчас мы с вами будем делать мыльное пирожное с ежевикой. Оно будет у нас трехслойное. Первый слой будет состоять из якобы теста, второй – из такого крема, а третий слой – это джем с ягодками и с листочками. Это мыло легко спутать с десертом. Главное – не откусить.